Непривычно. Всем привет! Я уже, наверное, пятый раз пытаюсь записать этот выпуск. У меня то выходит из строя фотик, то теперь сломался микрофон, поэтому я пишу на айфон. В общем, не обращайте внимания. В общем, после предыдущих выпусков про Датсла, некоторые мои знакомые были, мягко сказать, удивлены. Они мне сказали что-то типа того. Миша, а не охренел ли ты? То ты задираешь максимально планку искусства, ты говоришь, что все эти ваши любимые литл бигги, это не искусство, там, рэп баттлы, это вообще шлак, там, творчество Тимати, даже говорить не стоит, да? То вдруг рэпер Датсел для тебя оказался искусством. Как так? И сегодня на примере 25 цитат из творчества Датсела я покажу, как так. И что это не ради красного словца, что творчество Датсела имеет принципиальное отличие от 99% того информационного контента, который нас окружает сегодня. Но прежде чем начать, я кратенько напомню, что такое искусство. То, о чем я рассказывал вот в том ролике про искусство в большом. Произведение искусства рождается на пересечении трех параметров. Содержание, форма, искренность. То есть у художника рождается искреннее желание, даже не желание, знаете, а жизненно важная потребность поделиться с соплеменниками, с народом, с людьми, с собратьями, да? И дальше эта необходимость как-то у него в голове формулируется в какие-то вот, в какое-то содержание, то, что он хочет донести. И дальше вопрос остается за малым, ну или не за малым, то, как это донести, да? За формой. Если он владеет формой, там, умеет писать, там, рисовать, петь, да? То ему удается это донести, и люди слышат, и у них что-то в голове переворачивается. И в этом принципиальное отличие настоящего искусства и того контента, там, псевдоискусства, которое сейчас заполонило все медиапространство. Клипы Little Big могут быть великолепны, и они и есть такие, визуально, там прекрасно все сделано, там очень все круто, красиво, стильно, модно, молодежно, да? Но остается открытым вопрос. О чем это? Зачем мне тратить, там, свои пять минут времени на скипиди? Ну, поплясать, окей, да, там, развлечения, окей, пять минут еще ладно, не жалко. Но когда все медиапространство заполонено этим, да, когда все свободное время человек вынужден, значит, смотреть вот эти красивые картинки, меняющие друг друга, как калейдоскопе, знаете, вот это вот сменяется, и, а в сухом остатке у него не остается ничего, вопрос этот встает все острее и острее. А зачем? Зачем я трачу свое время, всю свою жизнь практически, все свое свободное время, да, на какую-то бессмысленную ахинею, которая не дает мне ничего? И здесь проходит просто-таки непреодолимая стена между искусством и псевдоискусством. И творчество Децола в этом смысле как раз-таки отличается принципиально от 99% того, что мы видим. У него есть действительно вот этот искренний посыл, искренний порыв, и он все время хочет донести до нас что-то важное в каждом клипе. Ну и начнем с цитат. И в первых же цитатах как раз он сам нам об этом и расскажет. Поехали. Ну, знаете, будет типа топа такой. Вначале попроще, в конце самый такой хардкор. В первых же цитатах он сам и как раз рассказывает, ради чего он занимается творчеством. Вот. То, о чем я и говорил. Каждый его клип, каждый его трек – это подсказка. Это какая-то попытка что-то поправить у нас в мозгах. Человек должен быть развит всесторонне. Усколобые профессионалы, которые сегодня воспеваются капитализмом, да, это неполноценный человек. Человек может быть инженером и в своей области там чуть ли не космические корабли сделать, да, а при этом верить в мистику. Ну, то есть, просто до нелепости доходит. Чем, собственно, и занимаемся, дорогой Кирилл. А вот про наш шоу-бизнес. Ну, это можно не комментировать. Достаточно включить телевизор. Вот это отлично про Москву, да и, наверное, любой мегаполис. Сложно жить по совести, легче набухаться. А вот про власть. Рука руку моет, но остается грязной. Рука руку моет, но остается грязной. Жестен. Нах! Сложно оценивать процесс, когда попутал бес. Ну, это там в контексте, в треке там про суету в городе, как мы все мечемся-мечемся. Ну, сложно оценивать процесс, вообще объективно что-то понимать, когда попутал бес, когда у тебя в глазах доллары горят, или со стояком, который впереди тебя, да, бежит. Ну, в общем. Это вот то, о чем я говорил в начале, да, что принципиально есть отличие между развлекухой, псевдоискусством и настоящим искусством. Хотя по форме они могут быть довольно похожи. Больше того, искусство может даже быть хуже по форме, и часто так и бывает, чем вот это вот идеально отгламуренное, выглаженное псевдоискусство, да, там вот голливудский фильм, вы посмотрите, он идеальный, там же спецэффекты просто там, ну, просто уму непостижимо, да. А что несется под видом этих спецэффектов? Ничего, пустота. Или что еще хуже, вообще там какие-то жуткие идеи совершенно, человеконенавистнические. И вот продолжение темы. Потеряй себя, дотянись до звезд. Потеряй себя, мэн, дотянись до звезд. А? А? Ну, шикарно же, да, вот. Одной фразой ответ всем этим бесконечным бизнес-тренерам, там, всем этим супер-мотиваторам, которые... Да, ты можешь достичь всего, там, давай, вааа. А он такой, да, да, конечно, потеряй себя, дотянись до звезд, как бы, не вопрос, ты можешь достичь всего, только придется потерять себя немножечко, там, самую малость. Меня пробрало, когда я это слушал Зима уже здесь Ну понятно, что зима духа Агрессивный хайп Зима уже здесь Очень крутое сочетание Ну это вот дальше продолжается вот эта линия про власть На самом деле, мне кажется, это гораздо глубже, чем просто про власть Или про наш шоу-бизнес Мне кажется, это такой намек на глобальные вещи Но сейчас у нас нет времени об этом говорить Собственно, те, кто смотрит мой канал постоянно, они понимают, о чем я говорю Это прям в яблочко просто Буквально на днях был на лекции Анохин Это наш крупнейший ученый по мозгу Значит, и вот он говорит В Америке 50 тысяч нейроученых В Китае 5 тысяч В России 500 А еще нет оборудования И денег как бы не дают Не выделяют Зато, понимаете, в клубах Дон Периньон, Кристалл Все это льется рекой Ну че там, господи Зачем нам это наука? Давайте развлекаться В продолжение темы Получается такой, знаете, рассказ такой какой-то из этих цитат А вот уже не такое веселое Ну вот, кстати, этой фразой открывается уже группа цитат очень глубоких Которые на первый взгляд вроде бы, ну обычные, да, ну там ломают судьбу Ну понятно, да, как бы, ну че На самом деле, вот просто в этой фразе уже виден уровень художника Видна его осведомленность О чем я говорю? В Лит-институте нам еще об этом рассказывали Значит, что есть такая древнейшая проблема Оппозиция закона и благодати Ну или как бы оппозиция буквы закона и духа закона То есть, был вот старый завет, да Типа, Бог там сказал, что, значит, делай так, не делай эдак Иначе накажу Это старый завет, ветхий, да Потом пришел Иисус и говорит Ребят, ну в принципе, да, закон достаточно справедливый, нормально, все, окей, да Я не отрицаю закон Но, но А давайте все-таки вот, чтобы у нас не закон был главным А человек, благодать, любовь Все-таки это же все ради человека, да Ну давайте, чтобы, ну как бы, прощать там друг друга Любить друг друга Ну стараться, конечно, соблюдать закон Ну, ну не настолько Ну давайте не так, чтобы это прям супер жестко было, да И так будет лучше всем И это так называемый дух закона Или благодать, да И вот он говорит, понимаете Смотрите, как глубоко Людям буквой закона То есть, вот этим старым жестким законам ветхозаветным Ломают судьбу Забыв про завета, скрижали Забыв о том, что Вообще-то к нам пришел уже Когда-то Иисус там Ну, независимо Ребят, здесь речь вообще не про веру Да, как бы Не про религию Здесь речь идет про мемы Про идеологии разные Которые борются в мозгах у людей Но это отдельная история Речь о том, что этот мем уже человечеству известен Что с благодатью лучше Лучше прощать Лучше любить друг друга Но забыли, понимаете На старые грабли наступаем Вот про постмодерн Шикарная цитата В невесомости сложно Строить фундамент Практически невозможно В таких простых вещах Он показывает Насколько он хорошо понимает Вообще происходящее Постмодерн Это, в котором мы живем Типа там Хотя сейчас говорят, что там Метамодерн Постпостмодерн На самом деле глобально Все это постмодерн Чем характеризуется? Тем, что Мы потеряли все ориентиры Мы потеряли идеологии Мы потеряли веру Все То есть человек В невесомости находится Он подвешен Как в вакууме И в таком состоянии Он не может строить свою судьбу Он не может выстраивать свою жизнь Без ориентиров Человек жить не может Мало кто это понимает На самом деле сейчас Очень мало кто Но вот он это понимает Просто на удивление Просто на удивление Такая отсылочка К теории эволюции Смотрите Ограниченный круг обезьян С искаженным мировоззрением Слепо тянутся Как по самцам Повторяя их тело движения Мало того, что это шикарный степ Просто сатира На всю нашу Иерархическую структуру властную Так еще и человек показывает Что не чужд как бы науки Что он в курсе вообще Как все устроено Что на самом деле мы обезьяны И что у нас все эти Стайные законы действуют Ну потому что правильно Потому что со всех сторон Развиваясь Потому что всесторонний Развитый человек Искренне интересующийся Происходящим И именно такой человек И может стать настоящим художником Усколобый профессионал Никогда не сможет Он не чувствует этой жизни Он знает только свою Долбежку в одну сторону Идиотом быть легко Заведи свой блок И кидай камни В соседний огород Ну да Это как бы Это как бы да Тоже можно не комментировать Достаточно включить ютубчик Вот тоже очень глубокое Прогресс поглотит Как цунами волна И не важно тут там у руля Вот казалось бы да Ну Че там Че к чему Ну фраза как фраза Вот эта фраза Опять же показывает Что Кирилл знал Что такое Сингулярность Сингулярность Рэй Курсвелл Один из сейчас виднейших Футурологов Ну и не только он уже Как бы многие с ним соглашаются Курпатов с ним соглашается Говорит что В 30-м 40-м 50-м Годам нашего века Скорость прогресса Достигнет Типа бесконечности То есть мы не знаем Что там произойдет Может надломиться Но кривая в этом месте Уходит в бесконечность Кривая роста прогресса И Когда это произойдет Ну это уже на самом деле происходит И это мы уже наблюдаем изменения Дикие изменения Да В цивилизации Но в тот момент Будет Вот действительно Он поглотит Просто как цунами волна И уже не важно будет Кто у руля Возможно государство Разрушится Возможно В общем В принципе мы не знаем Что там за чертой Вообще есть ли там что-то Может мы поедем Полетим Космос покорять Но пока Этот закон Мура Удваивающаяся скорость прогресса Каждый год Он Идеально выполняется То есть Нет никаких причин Не верить в сингулярность Ладно Дальше идем Это вот пророческое Про себя Действительно Ты ничего не взял Дружище Но очень много нам оставил Очень много нам оставил Так жалко что Что Поздно Мы это поняли Ну это в продолжении темы О современном шоу-бизнесе О современном Контент-мейкере И в чем их Принципиальное отличие От искусства Он это понимал Прекрасно Пропаганды Спам Долбит по мозгам Лишь бы подольше спал Лишь бы Не думал сам Исчерпывающе В этой стране ничего не менялось Трудное детство Нищая старость В этой стране ничего не менялось Трудное детство Нищая старость Это вообще по-моему гениальная фраза Просто Она так знаете Вот одной фразой Она охватывает всю человеческую жизнь Трудное детство Нищая старость Офигенно Такое нам суждено все И предпоследняя цитата Моя любимая Музыка лечит Если грамотно делать Музыка лечит Если грамотно делать Так вот умудряется в простых словах все это сказать, но это то, над чем я уже бьюсь, который выпуск. Я это оставлю, я не вырежу это. Выключило все? Это то, над чем я бьюсь уже, который выпуск. Я все время всем дал дычу, и вот так сложно это донести. Когда говорят, что ну искусством можно считать все что угодно, ну мы же уже живем в обществе постмодерна, можно поставить и стул и считать его искусством там в галерее, можно и навалить кучу в галерее тоже. Грани-то размыты, тра-та-та-та-та-та-та, и вот это все, вот это вот вал, это все словословие разбивается в пух и прав. Об одну эту простую фразу. Музыка, слэш, искусство, лечит, если грамотно делать. Понимаете, в чем прикол? Можно называть или не называть искусством все что угодно. Так же, как можно называть или не называть таблетками там плацебо, да? Но от реального антибиотика у вас пройдет гонорея, да? А от плацебо не пройдет. То же самое и с искусством. От реального искусства у вас пройдет гонорея мозга, понимаете? Искусство вообще это рассадник мемов. Ну, мем в смысле вот не в том смысле, что мем как бы вот ютубовский, а мем в смысле Докинс, как теория мемов Докинса. То есть, если какой-то хороший мем попадает вам в мозг, он перестраивает программно ваш мозг так, что вам становится лучше жить. А если дерьмо попадает, которого сейчас 99%, то вам хуже жить. Ну, или ничего не меняется, что, кстати, тоже очень плохо. Потому что, когда вы постоянно пустые мемы заглатываете, то у вас просто вот это ощущение полной апатии, потерянности, потери ориентиров и потраченного зря времени. Об этом я подробно рассказывал вот в этом выпуске. Гляньте его, если интересна эта тема. И переходим к последней цитате из моего любимого клипа Фибоначчи. Цитата эта, на первый взгляд, довольно неказистая. Во-первых, я ее перевел с английского, то есть на русском она точно уж менее казиста выглядит, чем на английском. На самом деле, это, наверное, лучшая цитата. Я ее специально приберег на конец, потому что именно она прочерчивает вот эту абсолютно четкую видимую грань между творчеством Децела и псевдоискусством всем остальным. Но она требует пояснений. Сейчас расскажу. Сначала читаю цитата. «Путешествуя по космосу на огромном шаре, будь сильным, держись, уважай себя, уважай дом, оглянись вокруг, ты не один». Это все про любовь, это все про ненависть, это все про то, что мы создаем, это все про то, что мы разрушаем, это все про будущее, которое мы делаем сегодня. Чем так хороша эта фраза? Что в ней особенного? Для этого мне придется кратенько дать экскурс опять в статью Толстого об искусстве. Мы помним, да, что у искусства три главных параметра содержание, форма, искренность. Так вот, когда о содержании рассуждает Толстой, о важности темы, да, и вот он пытается ответить на вопрос. Вот какая тема должна быть важна? Что это такая за тема, которую должен брать художник, чтобы вот это было максимально важно для людей, для всех, чтобы, ну, грубо говоря, это всех цепляло? И вот он в итоге формулирует вот такой очень странный тезис. Это должно быть максимально доступное человечеству на данный момент религиозное сознание. Что? Да? Какая-то хрень. Дальше он объясняет. Религиозное не в смысле религии, там, христианства, веры в Бога или еще чего-то. Религиозное в первичном смысле слова «религия». То есть соотношение человека и бесконечности. Смотрите, в разные эпохи это соотношение было совершенно разным. Когда-то люди жили в мифе, да, и в них там Зевс пулял молнии, там, на Олимпе боги, там, прыгали, искакали, дрались друг с другом. Это было одно религиозное сознание. На тот момент оно было высшее, вот, ну, не получалось пока дальше пройти. Потом, значит, был строгий бог, который дал законы и следил, чтобы вы не грешили, там, за грешниками, карал грешников. Было такое религиозное сознание. Потом появился добрый бог, который все прощал, который за любовь, там, топил и так далее. Да? Было такое. Вопрос, а какое религиозное сознание максимально доступно на данный момент сейчас, в 21 веке? Сейчас, когда мы знаем уже, что мы пылинки по сравнению даже с нашим земным шаром. Земной шар пылинка по сравнению с Солнцем. Солнце пылинка по сравнению с галактикой. И в то же время вот эта пылинка, которая вот стоит перед вами и которая за экраном вы, эта удивительная пылинка, у нее есть такое странное структурное свойство, что она может вбирать в себя всю Вселенную своим сознанием. Понимаете? А каково этой пылинке, зная, что она пылинка, зная, что никто на нее не смотрит, никто ее не будет карать или прощать, зная, что она путешествует на огромном шаре по Вселенной. Каково ей? Да каково? Держаться надо. Надо быть сильным. Надо уважать себя, уважать этот дом. Потому что нет у нас другого дома, кроме этой планеты. Понимаете? И не предвидится пока, хоть Илон Макс там и пытается запускать на Марш что-то, но пока все это вилами на воде. И самое главное, надо осознать, что наши действия, все, что мы сами сегодня разрушаем, все, что мы сами сегодня создаем, это и есть то будущее, в которое следующим шагом мы шагнем. Мы его делаем. Не какой-то там боженька, который нас там покарает или простит. Мы сами делаем все это. Не кажется ли вам, что это и есть как раз то самое высшее религиозное сознание, доступное человечеству в 21 веке? И кто его озвучивает? Дэнсон. Кирилл Толманский. В своих вроде бы простеньких клипиках, где даже как бы съемки никакой нет, просто инфографика и слова. Проще ничего не придумать. Но это искусство. Именно поэтому, ребята. Не потому, что там форма такая, сякая, хорошо сделана, плохо сделана. Потому что он говорит о самом важном. Максимально доступная правда на сегодня, скажем так. И он это говорит. И он это говорит искренне. Я надеюсь, я вас убедил и показал на примерах, что это не ради красного словца. Это действительно современный художник. Это современное искусство. То, каким оно должно быть. Так жалко, что так поздно мы об этом узнали. И так жалко, что этого так мало. Но я продолжаю работать над тем, чтобы этого было больше. Подписывайтесь на канал. И, кстати, ребят, точно. Вот как вы считаете? Пишите в комментариях. Интересно вам было бы, если бы я сделал обзор на современное искусство? Что это такое? С чем это едят? В чем косяк? И, может быть, интересно было бы, если бы я сделал обзор на Little Big. Потому что постоянно я слышу про этот Little Big. И все мне говорят, ну это же великолепная группа. Ну что ты прицепился? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на этот канал. Подписывайтесь на Instagram. Обязательно. Потому что там я теперь выкладываю минутные ролики с полезными советами. Очень крутой формат. Я его, честно говоря, украл у Курпатова. Но, по-моему, это реально как бы... Ну, мне очень нравится. Последнее объявление моим подписчикам. В эту субботу я, наверное, проведу первый стрим. Причем не один, а вместе с очень прикольным блогером. Канал называется Клан Сапара. У него примерно так же подписчиков, где-то 30 тысяч. И тоже достаточно интеллектуально интересный контент. Есть с чем поспорить. И это нормально, так и должно быть. Вот. Но в целом мне очень нравится ход его мысли. И я думаю, что в субботу мы как раз с ним будем спорить на тему коммунизма и капитализма. Вот. Он за капитализм. Я скорее против. Но я не думаю, что это будет какой-то оголтелый тупой спор. Это будет, я думаю, попытка разобраться, что к чему. В общем, если интересно, смотрите в субботу этот стрим. Подписывайтесь на канал, на Instagram. В общем, вы все знаете. Ставьте лайки. Все. Пока. И да, ребят, если у кого-то есть возможность помочь каналу деньгами, там, задонатить 100, 200, 300 рублей, моя безмерная благодарность за это, потому что, ну, на данный момент ваши донаты – это единственный источник дохода от всей этой моей деятельности. Поэтому тем, кто донатит, огромное спасибо, ребят. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok